Сколько стоит татуировка? Что такое минимальная стоимость? Почему у всех мастеров такие разные цены? Правда ли, что стоимость зависит от места нанесения? И как не переплатить за татуировку дважды? Всем привет! Меня зовут Елена Баски, и сегодня я постараюсь вам ответить на эти вопросы доступным языком. Баски, я тату. Итак, есть четыре основных вида оценки стоимости татуировки. Цена за небольшую работу. Фиксированная цена сразу за весь сеанс. Фиксированная цена, почасовая оплата, и если вдруг мастер заинтересовался вашей кожей. Начнем с простого, когда мастер сразу называет вам стоимость работы. Это происходит с небольшими татуировками, которые будут сделаны за раз. Например, вы говорите, я хочу сделать черно-белую розу в треугольнике 13 см на внутренней части руки. Мастер в голове прикидывает время работы и говорит вам, это будет стоить 8000 рублей. Вы говорите, окей, и записываетесь. Что может удорожить такую работу? Например, если вы вдруг уже на сеансе решили сделать ее цветную, другого размера, да еще и на другом месте. Мастер соглашается, но говорит, что тогда стоимость будет выше. И вот тут начинается самое интересное, потому что какое-то количество клиентов не понимает почему и начинает возмущаться. Мы же договаривались. Мы же уже вот, уже договорились. Возьмем пример хозяйский. Например, вы захотели купить сумку. Позвонили в магазин, узнали цену, вам все понравилось, вы оставили бронь. На утро вы пришли ее забирать, но в процессе решили купить сумочку побольше. А еще рядом лежал красивый кошелечек, мы тоже решили прихватить его с собой. Естественно, продавец называет вам сумму выше. И вы начинаете возмущаться. Какого хрена? Че, вы жмоты что ли? Ну подумаешь, сумка больше. Подумаешь, кошелечек я еще решил туда добавить. Че, мы же вчера говорили про одну стоимость. Эта красивая метафора показывает нам, что если вдруг вы захотели добавить дополнительные элементы к своей татуировке, то стоимость будет выше, потому что это совершенно другая работа. Что еще? Еще место расположения, потому что на ровненькой чистенькой ляшечке работать намного легче, чем на ребрах ближе к животу. Человек дышит, и мастеру постоянно приходится подгадывать момент между вздохами, чтобы провести линию, чтобы по итогу все было четенько. Плюс место достаточно болезненное, и приходится иногда физически держать клиента, чтобы он не дергался, и контура были идеальны. Оценка по сеансам. Многим мастерам гораздо удобнее называть сразу фиксированную цену за весь сеанс. Допустим, приходит клиент к мастеру и говорит, я хочу сделать у тебя рукав. Вот такой-то, такой-то. Все это подробненько обсуждается, и тогда мастер может сказать, хорошо, это займет у нас от 5 до 8 сеансов. Каждый сеанс будет длиться от 3 до 5 часов, сколько выдержишь. Некоторые мастера забивают под клиента целый день, и тогда сеанс может длиться до 8 часов. Все будет зависеть только от вас и от того, как вы терпите, но тогда стоимость будет выше. В чем здесь может быть проблема? В один день вы с легкостью отлежите все 5 часов, а в другой организм может дать сбой, и вам будет тяжело лежать даже 2. Редко, но такое бывает. В таком случае вы полностью оплачиваете сеанс мастера, вы же уже заняли это время. И еще кое-что. Хорошие мастера, как правило, могут оценить свои силы и рассчитать количество сеансов 100%. Но бывает такое, что мастер говорит, справимся за 2 сеанса, а вы все ходите и ходите, а сеансов уже 10. Ну, вопросики у меня к таким мастерам. Бывает такое, что количество сеансов растягивается не по вине мастера. По многим причинам бывает такое, что кожа плохо вкалывается. Есть у нас такое понятие. Но все же, будьте внимательны, когда выбираете своего мастера. Вариант номер 3 и то, как работаю я. Это почасовая оплата. Почему именно так? Когда человек знает, что денежка капает, он очень хорошо терпит, не возюкает пак кушетки, и в общем мы прекрасно работаем. Я всегда могу почувствовать руками, действительно ли человеку так больно. Все это чувствуется по сокращению мышц. Дело в том, что есть сильная разница между тем, как человек отдергивает руку или там резко встает с кушетки, и когда ему действительно больно, он просто сильно сосредотачивается, скукоживается, пусть он напрягается, пусть есть микровибрации, но видно, что человек терпит, и он хочет доделать статуировку качественную. Не забывайте, что моя игла в вашем теле, и очень многое зависит от вас. Давайте на примере. Ко мне приходит девушка и говорит, я хочу сделать на бедре русалку в кружевах. Мы обсуждаем все детали. Я говорю, не вопрос. Это займет у нас два сеанса по четыре часа, и тебе нужно записаться еще на два часа на всякий случай. Я всегда говорю, время с запасом, чтобы не было сюрпризов по цене. Мало ли что-то пойдет не так. Что же может пойти не так? Может вытекать сильнее сукровица, может быть какой-то день плейм-аэсный, может человек не выспался, может произойти все, что угодно, и вдруг мы закончим сеанс чуть пораньше, и тогда у нас останутся эти два часа на всякий случай. Иногда мастера совсем не говорят количество сеансов. Говорят, ну, сколько выйдет, сколько выйдет, что ты спрашиваешь меня. Ну, как бы вопросики с таким мастерам. И еще один вариант, если мастер хочет именно вашу кожу. К примеру, я хочу поучаствовать в номинации Best of Day на тату-конвенции. Это та работа, которая сделана в рамках конвенции за один день. И мне нужна красивая белокожая девушка с подкачанным бедром. Тогда я пишу объявление в инсту и объявляю special price. Это, как правило, заниженная цена на работу, фиксированная. Мне пишут сразу несколько человек. Я выбираю того, кто мне подходит лучше всего. И пишу, мы будем делать льва в кружевах до колена. Это будет стоить столько-то, и эта цена будет ниже, чем мой обычный прайс. Но ты не имеешь права менять эскиз. Надо будет лежать подряд 8-9 часов в огромном помещении, в котором, скорее всего, жарко. Ходит огромное количество людей, шутят те самые классные шуточки. Потом еще нужно будет пройтись по сцене и вообще все это время не ныть. И если человек согласен, то мы работаем. Все мои девчонки, которые были со мной на конвенции, ни разу меня не подвели. Люблю вас и спасибо. Вы же смотрите, да, меня? В принципе, у каждого мастера есть такие работы, которые он очень хочет сделать. И на них он выдвигает special price. И главное условие – это беспрекословное отдавание своего тела. Теперь важно. Мастера все разные. Понятия у них тоже разные. И поэтому оценивать работу они могут совершенно по-другому. Все работают в разных стилистиках, и у каждой есть свои особенности. Например, реализм делать дольше всего. И если цена за час у него меньше, то по итогу вы можете отдать больше. Поэтому сравнивайте цены разных мастеров только на конечную работу. Сейчас будет классный совет. Как сделать самую дешевую татуировку? Вам нужно выбрать своего мастера сделать качественную татуировку на всю жизнь. И больше не париться. Потому что скупой платят дважды. И если вы сэкономили и сделали подобие хорошей татуировки, рано или поздно вам придется ее переделывать. А выводиться больно, дорого. И вообще переделывать дорого. И многие мастера вообще не берутся за переделку старых работ. Никто не любит переделывать. Чужую работу, ребята. PS. Не надо торговаться. Если вам не нравится цена мастера, вы можете пойти к другому мастеру. Вы же не приходите в Мерседес и не кричите брызгая слюной, что так дорого? Вон патриот-то в три раза дешевле. Короче, ребята, желаю вам классных татуировок на всю жизнь и немного дольше. С вами была Елена Баски. Не забывайте подписываться, лайкать и жмакать колокольчик. Бубенцы. Ну или бубенцы. Кто что любит жмакать. Жмакать. Субтитры сделал DimaTorzok.